В эфире новости на девятом канале в студии Анна Семенова. Здравствуйте! В Белгородской области пройдет региональный этап первой всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Более 350 вакансий представят 35 работодателей. Одной из площадок проведения станет Старооскольский ЦКР «Молодежный». Перед соискателями выступят представители малого и среднего бизнеса, ведущих предприятий региона, в том числе Старооскольские. Студенты, выпускники, молодые специалисты и сотрудники с опытом смогут из банка вакансий выбрать подходящую, заполнить анкету, узнать условия и порядок приема на работу, получить услуги по профориентации и открытию собственного дела. Помимо этого, можно будет подать заявку на обучение по нацпроекту «Демография». Старооскольский Центр занятости на этой неделе поедет по селам. Жители округа на местах получат консультации по вопросам назначения пособий по безработице, получения новой профессии или повышения квалификации. Во вторник, 11 апреля, специалисты ЦЗН будут в селах Обуховка, Городище, Солдатская и Дмитриевка. А в среду отправятся в Знаменку, Шаталовку и Владимировку. Соискателям при себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку при наличии, а также документы, подтверждающие квалификацию. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 47 25 44 40 90. У православных началась самая строгая неделя Великого Поста – Страстная. На выходных верующие праздновали Лазарева субботу и вход Господень в Иерусалим. В народе праздник зовут Вербным Воскресеньем. Возник он в Иерусалиме, когда Спасителю стелили под ноги ветви пальм. В России вербы заменили собой пальмы. В храмах округа после праздничного всеночного бдения прошел чин освящения верб. Многие старооскольцы пришли с веточками первого весеннего дерева на молебны в субботу утром. А на Страстной неделе каждый день называется Великим. Особые службы пройдут в храмах в чистый четверг и Великую Пятницу. Ночью с суббота на воскресенье верующие встретят Пасху и благодатный огонь. Его в этом году в область доставят медики. Заведующий хирургическим отделением военного госпиталя в Валуйках Надежда Бондаренко. Она извлекла неразорвавшийся снаряд из груди военнослужащего. А также Регина Белеменко, медсестра горбольницы номер 2. Она участник Белгородской территориальной самообороны. Славянка активно благоустраивает собственные промышленные площадки и прилегающую территорию. Также массовый отряд экволонтеров компании вышел на природу, чтобы очистить от мусора прибрежную зону реки Оскол и подходы к урочищу Каплинская сосна в микрорайоне Заречья. А строители Славянки уже приступили к ремонту и благоустройству памятников на сельских территориях округа. Дружная команда сотрудников компании «Славянка» приняла участие в традиционном весеннем субботнике. Участники экологической акции очистили от скопившегося за зимний период мусора и прошлогодней листвы не только территорию вблизи производственных объектов, но и привели в порядок городские участки. С особым усердием эковолонтеры работали над сбором бытовых отходов по берегам реки Оскол. К сожалению, недобросовестные земляки бросают здесь бутылки и пластиковую посуду, упаковки от пищевых продуктов и пакеты. Второй год убираем на этой территории. Конечно, очень много мусора, к сожалению. Хочется, конечно, чтобы было поменьше, но, к сожалению, так. Нам очень нравится убираться, видеть город чистым, чтобы люди не сорили. Самое главное – это надо за собой убирать. Это экологическая акция, которую проводит кондитерская фабрика «Славянка». Мы все вышли сегодня поработать на природе, то бишь убрать наш город, чтобы он был чистым и красивым. Хочется обратиться ко всем жителям нашего города, чтобы поддерживали чистоту, ведь приятно приходить на природу, когда чисто убрано. Музыка 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 Много мусора надо убирать каждую весну. Доброе дело, надо почаще заниматься. Работу эковолонтеров «Славянки» уже оценили местные жители и завсегдата этих уголков – рыбаки. Они тоже стараются поддерживать здесь порядок. Но не все понимают важность поддержания чистоты на водоемах. Приятно видеть, что кто-то занимается. Не просто на показуху, а реально ходят и убирают. Поработали экоактивисты и вырочище «Каплинская сосна» рядом с микрорайоном «Заречье». Десятки мешков с мусором вывезены на утилизацию. А строители группы компаний «Славянка» начали приводить в порядок после зимы памятники воинской славы. Эти монументы, обелиски и братские могилы расположены в селах Преображенко, Потудань, Терехово, Лопыгина, Новокладовая, Федосеевка, Каплина, Набокина. Памятник в селе Роговатая капитально реконструирован на личные средства руководителя группы компаний «Славянка» Сергея Гусева. Старая скульптура солдата там заменена на новую из меди. Благодаря системному подходу к восстановительным работам и применению современных отделочных материалов, памятники сегодня находятся в хорошем состоянии. Тем не менее, после морозов, как правило, требуется косметический ремонт отдельных элементов, покраска, гидроизоляционные работы и благоустройство территории вокруг. Работа по поддержанию в достойном виде воинских захоронений и мемориальных композиций должна быть постоянной. В конце марта мы делаем объезд территории, которые прикреплены, скажем так, наши памятники. Осматриваем, создаем дефектные ведомости и на основании этих дефектных ведомостей принимаем решение по ремонту, косметическому ремонту памятников в этих селах. Это зачистка, шпаклевка, покраска от шелушевшихся фрагментов, ну и обновление краски, лакокрасочного покрытия. Для меня это просто считается святое уважение, память, честь к людям, которые воевали. Для меня это лично, потому что у меня бабушка с дедушкой воевали. Я все время каждый год жду, чтобы их делать. Попечительская забота о сохранении памятных мест – долг всех ныне живущих поколений. Работы по ремонту и благоустройству памятников строителями славянки будут завершены к майским праздникам. Время года – весна. Староскольский художественный музей, едва обосновавшись на новом месте, на время ремонта организовал выставку. Весна объединила полотна 20 местных художников. Буйство цвета и света можно увидеть до конца мая по адресу улица Советская, дом 11А. За окном весенняя погода. На деревьях распускаются почки, зеленеет трава. Добавить в жизнь еще больше красок можно, посетив выставку «Время года весна». Остаться равнодушным невозможно. Выставка весенняя, прекрасная, солнечная. Тут и город наш чудесный, в цвету, в цветениях, сирене, в цветы, что может быть прекрасней весной. Мы это видим в природе и на этой выставке. Весна, цветение, красота. Помимо пейзажей Старого Оскола, особняком две работы. Азовское море в исполнении Владимира Истомина. Мастер в этом году готовится к персональной выставке. В основном природа, масляная краска на холсте. Ну и вот места, которые мне запали в душу, в основном это наши староскольские лес. Лес, степи, наша природа. А вот морской вид – это как бы исключение. Четыре стихии, четыре отдельных картины, которые собрал воедино Юрий Новоселов. Каждый раз художник удивляет зрителя новыми техниками, идеями, исполнением. А я все экспериментирую. У меня нет своего почерка. У меня трудно найти. И мне не травмо сказать, что вот это на начало. Нет, у меня все разные. Я экспериментирую. Хотя, может, это плохо, но с одной стороны. То есть, узнаваемость, говорят, узнаваемость. Ну, мне не интересно. А если бы я был живописец, другое дело. А я график, плакатист, мне интересный танк. А это хомби. 40 картин представили 20 художников Старого Оскола. Такое разнообразие зритель может увидеть разве что на ежегодной картине года. Таким образом, художественный музей решил отметить свой ремонт и переезд во временное здание. У нас просторный, светлый выставочный зал, что очень радует. У нас работает в зале, помимо выставки, также две постоянных экспозиции, графики и декоративно-прикладного искусства из фонда в музее. То есть, мы готовы принимать посетителей в нашем новом зале. Готовы проводить мероприятия, готовы проводить экскурсии. Увидеть выставку «Время года весна» можно до конца мая по адресу. Улица Советская, 11А. Анастасия Иконникова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Открытие «Были» после реконструкции намечено на 19 апреля. В здании расположится Центр современного искусства. Кураторы проекта обещают, что это будет не просто выставочное пространство. Центр поможет сформировать профессиональное сообщество деятелей современного искусства, а также займется исследованием, распространением и сохранением материалов о текущих культурных процессах в регионе. Название первой выставки «Не доверяйте тишине», она обманчива. Попасть в яблочко в 3D-охоте – это попасть не в десятку, а в одиннадцать. Мишень – пластиковая фигура зверя. Под Старым осколом прошел всероссийский турнир лучников. С 2012 года состязание принимал Шебекина. Но, однако, из-за СВО они переместились к нам. Местный холмистый рельеф не хуже Шебекинского. За первым днем соревнований наблюдала наша съемочная группа. В эти выходные меловые холмы под Старым осколом стали местом большой охоты. В Белогорье прошел самый большой российский турнир по 3D-стрельбе из лука. Точнее, из луков. Они бывают обычными, похожими на те, которые мы мастерили в детстве. А есть навороченные, блочные. Это – вершина лукостроения. Запчастей больше, чем в автомате Калашникова. Линза в тетиве, линза в прицеле. По сути, снайперская винтовка в мире луков. Поражает цель размером с апельсин с расстояния 50 метров. Стрелы из исторических луков летят на 25-30 метров. Александр Ксензик уважает обычный спортивный лук. Из Ростова в Оскол приехала ради получения опыта. Руслан из Москвы – инструктор экстремальных видов спорта. После инфаркта организму потребовалось восстановление. И Руслан взял в руки лук со стрелами. Говорит, что это возрастной спорт. Можно заниматься хоть до 100 лет. В среднем стоимость исторического лука начинается от 15 тысяч рублей. Серьезный блочный – уже в районе 80 тысяч. На этом траты не заканчиваются, а только начинаются, шутят лучники. Стоит участие стрелы, которые имеют свойство теряться и ломаться. Колчан, краги, напальчник, защитную перчатку, бинокли, рюкзак. Вот каждый лук, комплект стрел подбирается. Он должен быть комплектом. Для того, чтобы у вас выстрел был одинаковым, вам нужна одинаковость всех элементов. Грубо говоря, патроны в ружье, они фабричные. Разбитый комплект для меня трагедия не потому, что у меня нет средств купить еще одну стрелу, а потому что точно такую же сделать нельзя. Поскольку это, ну, допустим, у меня исторический класс – это дерево. А две одинаковые деревешки найти нельзя. То есть они выстругиваются все более-менее из одного куска. Первый день большой охоты – круг из 40 мишеней, расставленных по территории базы, где лучники стреляют командами. А вечером – спонсорский турнир «Три стрелы». За попадание в самый маленький круг на звере давалось 11 очков. Участники в зависимости от класса лука выступают в трех категориях. Первыми идут стрелки с деревянными луками, последними – блочники. Смотрится эпично. Второй день – турнир «Большой охотник» с 15 подвижными мишенями. Ради него многие приезжают. Практика показывает, что чистых спортсменов, которых интересует только спортивная стрельба, их не больше 20%. Остальные – вид спорта довольно возрастной. Средний возраст, скажем так, 35, а то и более. Здесь участвуют люди, которые уже поняли, чего хотят от жизни. Они участвуют здесь ради получения определенного какого-то драйва, удовольствия. И, соответственно, их больше интересует вот именно часть турниров, в которые они отдыхают – морально, физически и так далее. По итогам двух дней на пьедестал почетов зашли 39 человек, четверо из которых – белгородцы. Радостью победы счастливчики щедро делились с теми, кому сегодня повезло чуть меньше. За титул самых метких стрелков боролись 200 спортсменов из 25 российских регионов и Беларуси. Но и те, кому удача в этот раз не улыбнулась, улыбались. Ведь сюда приезжают не только за победой, а за адреналином и общением с единомышленниками. Лариса Ульяненко, Сергей Кириченко, Илья Самсонов, 9 канал. На этом у нас все. Впереди прогноз погоды. Я, Анна Семенова, прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9 канале. Еще немного и закончится Великий пост. Староскольцы отменят воскресенье Христова. Помимо куличей и расписных яиц, украшением стола точно станет икра и рыба Камчатская. Богатый вкус, полный набор витаминов и микроэлементов. Я был на Дальнем Востоке, был на Камчатке, ел чавычу. Мне она понравилась. Постоянно покупаю. Чавыча там все прелесть. Во рту тает. На выставке икра и рыба Камчатская более 35 видов дальневосточных деликатесов свежего улова. Чавыча, белорыбица, палтус, кижуч, тунец, нерка, омуль. А настоящие гурманы никогда не пройдут мимо красной икры. Очень хорошего качества здесь рыба. Рыба, икра, большой ассортимент. Ну и она свежая. Поэтому как только ребята сюда приезжают, я постоянный клиент. Это уже принято у нас. К столу всегда к праздничному берем икру. Вкусная, крупная. Приобрести рыбные деликатесы можно во дворце спорта Аркада до 16 апреля включительно. Мой бюджет трещит по швам. Значит, срочно нужно к нам. Сохранит бюджет «Маяк». Цен высоких – злейший враг. Продукты, напитки – все для уюта и чистоты в доме. «Маяк» 1-й конной армии 67А и Ватутина 38А. Те, у кого плоскостопие, кто страдает от мозоли и натоптышей, люди с широкой стопой, выступающей косточкой и высоким подъемом знают, как тяжело подобрать удобную обувь. Именно такие туфли, ботинки и сапоги от белорусских производителей представлены сейчас в ТЦ «Валенсия» на передвижной выставке-ярмарке. Обувь выполнена из высококачественных материалов. Подошва у нас идет спененый каучук. За счет этого подошва весит не более 200-300 грамм. Стельки у нас в обуви идут анатомические, что очень удобно. Данная модель имеет резиновые шнурки, что очень хорошо обувается на высокий подъем, на полную ножку. Несмотря на то, что у нас передвижная ярмарка, мы даем также гарантию, как и в обычных магазинах. То есть 30 дней гарантия. Цены у нас идут от 2000 и самые большие 3900, это прям сапоги осень. Наша обувь в основном идет для пожилых людей, потому что начинаются проблемы с ногами у нас уже более во взрослом возрасте, поэтому очень легко подобрать. Также у нас есть модели, кстати, не на проблемные ноги, но обычные. Есть разные модельки, которые можно подобрать. Модели действительно разные. На разную погоду, разного цвета, разных размеров. От 36-го и до 44-го у женщин и от 40-го до 49-го у мужчин. Но все их объединяет одно – комфорт. Как в тапочках, признаются покупатели. Подобрать нужную пару от Витебской фабрики помогут продавцы-консультанты. Они расскажут обо всех достоинствах этой обуви. Обувь очень качественная, сделана из телячей кожи. Подошва не лопается, подошва хорошая сделана. Она гибкая и прочная, лопаться не будет. Мужчины больше выбирают классические. Ну, у кого проблемная нога, подходят и спортивные, и широкие, и с высоким подъемом. Цвета есть разные, как светлые, так и темные. Аскольчане давно оценили и полюбили качество белорусской обуви, поэтому многие возвращаются, чтобы купить вторую пару. Пару купила, два года приносила. Замечательно. Теплые, мягкие, удобные. Два года приносила, еще два года точно приношу. Ну, и на рынке можно купить хорошие. Во-первых, здесь дешевле. Хорошие, замечательно. Выставка-ярмарка на улице Ленина работает до 15 апреля включительно. С 10 утра и до 6 вечера. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Вы знали, что простенькая медуница за весну меняет цвет 4 раза. Распускаясь, становится розовой, потом пурпурной, затем фиолетовой и, наконец, предстает перед нами синий. Столь же переменчивый, судя по прогнозам, ожидается и предстоящая неделя. Солнце и дождь, комфортная температура и похолодание. Гидромецент рисует все. Самым теплым будет завтрашний день. 11 апреля в Старомосколе и Губкине днем 15-17 выше нуля. Ночью 10-11. Ветер восточный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 746-751 миллиметр тутного столба. Магнитное поле спокойное. Рассвет в этот вторник 5-43. За горизонт солнце уйдет в 19-16. Световой день дорос до 13,5 часов.